Граждане России ринулись на казахстанский рынок в поисках новых авто, но министр Ускимбаев заявил, что не видит ажиотажа. Отмечается, что высокий интерес россиян эксперты объясняют приостановка поставок готовых машин из Европы и работы заводов мировых автопроизводителей на территории России. Привлекает иностранцев и стоимость машин на рынке Казахстана, в то время как в России произошел резкий подъем цен на технику. Специалисты ожидают, что подобный ажиотаж поможет развитию казахстанскому автопрому, однако неминуемо приведет к повышению цен. Но министр Ускимбаев говорит, что не видит статистики. Вы знаете, законы экономики такие, что весь мир борется за рынок сбыта. И чем больше мы продаем свою продукцию, тем больше она развивается и технологично, и экономически, и это новые рабочие места. Теперь я бы хотел сказать, что какого-то большого ажиотажа, что россияне выкупают наши машины, мы официально не видим. Да, поступает информация, что казахстанцы покупают, потом перепродают. Но, к сожалению, мы эту статистику не видим и здесь сложно ее просмотреть. За 8 месяцев 2022 года в Россию завезли более 6 тысяч авто из Казахстана, говорится на сайте Федеральной таможенной службы. Это в 15 раз больше, чем за тот же период 2021 года. Резкий рост связали с прекращением поставок машин из стран Запада. Кроме того, из-за наложенных на Россию санкций из США нельзя ввозить авто дороже 50 тысяч долларов, а из Европы дороже 50 тысяч евро. Из-за этого в Казахстане возник дефицит авто. Но министр Ускимбаев полагает, что нужно просто наращивать производство, а не запрещать продажи. Буквально на днях еще там 3-4 завода начинают строиться. И в следующем году по локализации, например, Hyundai уже заявил, что вот он сейчас в этом квартале, там условно говоря, 3 завода. Потом в следующем году 4 завода начинает по локализации. И этот в следующем году закончит. То есть это вот и сидения для всех казахстанских машин. Это и полики, и это приборы учета. У российских автодилеров возникла сильная нехватка иномарок, так как некоторые зарубежные автокомпании весной объявили о приостановке своей деятельности в России. Корпорации Renault и General Motors и вовсе решили покинуть российский рынок. В итоге оставшиеся у продавцов иномарки начали стремительно дорожать. На этом фоне казахстанские автосалоны стали для россиян альтернативным местом покупки машин.